Привет, друзья! Сегодня решил записать для вас новостной выпуск. К сожалению, за новогодние праздники практически не было никаких новостей. Но кое-что я для вас разузнал. И сейчас вам в этом расскажу. Поехали! Итак, первая новость, о которой знают и сказали уже все, кому только не лень. У Джоша Бриджеса появился свой YouTube-канал. И вот три дня назад он выложил первый эпизод на своем канале, который набрал уже почти 200 тысяч просмотров. И это очень круто, что кроссфит-атлеты заводят свои блоги. Потому что, как вы помните, какое-то время назад, буквально 3-4 года, ни у кого не было кроссфит-каналов, ни у кого не было инстаграмов. Сейчас, слава богу, там тренировочные программы, атлеты ведут инстаграмы, атлеты ведут YouTube-каналы. Все круто. Мы смотрим. Всем вам огромное спасибо. И спасибо тем, кто еще их переводит. КФ-92, по-моему, канал у нас на YouTube. Они переводят ролики. В общем, что примечательно, Джош Бриджес до сих пор тренируется один. Один в своем гараже. Когда все остальные атлеты либо нашли себе напарника, либо же ищут напарника. И об этом я скажу чуть-чуть попозже. Джош Бриджес продолжает тренироваться один. Но это и неудивительно. Так как Джош Бриджес является бывшим морским котиком. И одиночество, и выполнение задач в темноте при отсутствии людей, это для него обычное дело. В общем, он военный. Ему не нужна никакая мотивирующая атмосфера, дух соперничества. Он так наваливает прекрасно и один. Плавненько переходим к следующей новости. Ной Олсен ищет себе напарника в свой зал в Майами. Он выложил видео и написал, что ему очень грустно от того, что то ли от него уехал Трэвис Майер, то ли он уехал от Трэвиса Майера. То, что ему было очень круто с ним тренироваться. То, что он знал, что каждый день в 9 часов утра у них совместная тренировка. И он выкладывался на 200%. И сейчас он вернулся к себе в Майами. И ему так грустно и плохо, что он выложил видео с заявлением о том, что он разыскивает себе напарника, чтобы готовиться на CrossFit Games. Будет он себе выбирать или к нему завалится толпа? По каким критериям он себе будет напарника отбирать? Ну, в общем, суть такова, что все объединяются. Все ищут себе напарников. Хотят тренироваться в одном зале. Если раньше все сидели по подвалам. Рич Фронинг в своем гараже. Мэтт Фрейзер в своем гараже. Бриджер до сих пор в своем гараже. Те Атуми сидела у себя дома в Австралии. Пока не приехала к Рич Фронингу. Фрейзер приехал к Рич Фронингу. Сигмундс Доттер. Все, короче, едут к Рич Фронингу. Это следующая новость. Третья. Как вы знаете, на канале CrossFit Mecham частенько выходят видео о том, как они тренируются и готовятся к CrossFit Games в командах. И на последнем видео, которое я смотрел, Те Атуми и Мэтт Фрейзер на совместной тренировке с командами Рич Фронинга. То есть, понимаете, они не в разное время в зал ходят. Они приходят вместе. Хоть у них и разная тренировочная программа, потому что Рич Фронинг выступает в команде. Тем не менее, они собираются вместе и тренируются вместе. И, кстати, Те Атуми и Мэтт Фрейзер выполняли одно и то же задание. Ну, тут ничего удивительного. А может, Мэтт Фрейзер тренирует Те Утуми? А может, Те Атуми тренирует Мэтта Фрейзера? Что вы думаете на этот счет? Напишите в комментариях. Следующая новость. Стас Солодов, атлет из Владимира, завел свой YouTube-канал. Снимает зарубчики с Саней Ильиным, снимает домашние тренировочки. В общем, недавно создал канал. Подписывайтесь, ставьте лайки, ему пусть парень порадуется и не останавливается. В общем, давайте движуху наводить. В общем, надо кроссфит продвигать, а то что-то зачах в последнее время у нас в стране. Ну и напоследок полюбуйтесь, какими Сара Сигмунс Доттер и Кэтрин Дэвидс Доттер были до того, как начали заниматься кроссфитом. Я думаю, уже многие видели эти фотографии, но я тут недавно наткнулся и громко посмеялся. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Жду ваших комментариев. Пишите, на какую тему хотите увидеть ролики. Штавьте ваши оценки. Нравится вам, не нравится вам. Мне важно знать, какой контент для вас полезен. А какой не очень. Все, всем спасибо. Всем пока. Совсем забыл самая важная новость, которую я вам не сказал, ребята. Саша Солманов набрал 113 килограмм. Посмотрите. На этого Халка просто бородатого. Александр, от своего лица поздравляю тебя с этой выдающейся цифрой. Короче, давай худей уже, хорош там сало наедать. Не отмазывайся силовыми там своими гирьками. Будь подтянутым кроссфитером. Пока.